В этом видео разъясняется цель и процесс валидации данных в системе мониторинга СРП. Для отчетности в системе мониторинга СРП требуются данные из различных источников, включая государственные министерства, агентства или ведомства, а также другие заинтересованные стороны, в зависимости от страны. Эти учреждения могут быть добавлены в систему мониторинга в качестве ответственных за ввод данных по всем или некоторым целям и индикаторам. После того, как ответственные лица ввели необходимые данные, они должны нажать кнопку «Submit indicator», чтобы отправить данные на проверку, валидацию. Как только данные будут отправлены на проверку, пользователь, на которого возложены функции проверяющего, валидатора, приступит к проверке правильности ввода данных. Это не означает, что валидатор должен проверять правильность сбора или достоверность необработанных данных, введенных участниками. Его задача проверить, что в систему мониторинга введены именно те данные, которые были получены из источника данных. Валидатор также может проверять данные на предмет распространенных ошибок, например, указание десятичной дроби вместо целого числа. В отчете о количестве погибших. В отличие от ответственных за ввод данных, валидаторы не могут назначаться лишь для проверки данных по конкретным целям или индикаторам. Следовательно, если страна решит назначить несколько валидаторов, они должны будут самостоятельно договориться между собой, за какие цели и индикаторы будет отвечать. Каждый из них. Для того, чтобы данные по индикаторам можно было использовать для глобальной отчетности, крайне важно, чтобы ответственные за ввод отправляли введенные данные на проверку, а валидаторы их своевременно проверяли. Пока введенные данные не проверены, они имеют статус предварительных и не могут использоваться для глобальной отчетности. Также важно отметить, что данные, введенные в систему, могут быть изменены.